Фалькон Сеялка модульного типа от компании Фармит В данном агрегате представлено 6 кубов бункер для семенного материала и удобрений Разделенный 60 на 40, 60 семена, 40 удобрения В данной комплектации у нас представлена модель Фалькон СВ С 9-ти метровой секцией для посева зерновых культур, бобовых и технических Установлена автономная гидравлическая система для привода вентилятора Со своим масляным баком И если видно будет, то установлен радиатор охлаждения Дальше, для привода шнекового дозатора для удобрений Используется постоянный поток от трактора С производительностью насоса 15-20 литров в минуту Всего данная сеялка использует 3 пары гидровыводов Это складывание-раскладывание высевающей секции И вторая пара для подъема-опускания промежуточной секции Она может быть, как сейчас установлена у нас, для внесения удобрений А может быть, идти дополнительная обработка в виде долота Либо в виде дисковой секции В данной комплектации у нас установлены следы рыхлителей трактора Которые регулируются по глубине отдельными гидроцилиндрами Но они завязаны в одном узле вместе с рабочей секцией В данном случае это диски для внесения удобрений Диски для внесения удобрений Восьмиметровой ширины Складываются у нас вдоль правого и левого борта бункера Площадка для обслуживания и заправки бункера Складывается автоматически с помощью гидравлики трактора То бишь, при складывании основных секций она автоматически складывается в транспортное положение На доносилке у нас установлены две катушки для высева семян Первая катушка и вторая катушка с электрическим приводом Бункер у нас идет на колесах низкого давления большой ширины Семьсот на пятьдесят на двадцать два и пять Для того, чтобы убрать след колеса Установлены турбодиски Три пары с каждой стороны Так как бункер у нас идет универсальный Используется трехточечная навеска Третьей категории С помощью этой навески мы можем производить манипуляции по настройке глубины С помощью специальных универсальных клипс для разной глубины Легко извлекаются и легко устанавливаются В задней части установлен блок гидравлических пар Для разных операций Это складывание, раскладывание, подъем, опускание Есть дополнительные выходы Если мы заказываем, например, еще секцию для посева пропашных культур Устанавливается гидравлический перевод вентилятора с обратным сливом Для легкого агрегатирования с секцией идет гидроцилиндр Третья точка, так будем называть ее, в виде гидроцилиндра То бишь мы подцепили нижние шарниры И очень легко выдвижением третьей точки цепляем уже верхний рычаг Представлена высевающая секция Ширина захвата ее 8 метров С дисковым сошником И на каждом сошнике установлены Чистики внутри И семиукладчики Для чего это сделано? Эта сейлка может высевать на скоростях От 10 до 15-17 км в час Еще у нас здесь представлено наш друг Чип Чип Да Он с нами постоянно здесь находится И сейлка поедет домой Контролирует, контролирует датчики Если что, вдруг можно обратиться, он починит Или почистит себя провод Какие у нас есть преимущества на данной высевающей секции? После того, как мы выставили глубину посева С помощью трехточечной навески Мы можем отрегулировать давление сошника на почву Регулируется от 50 до 120 кг С помощью гидравлических цилиндров Вот они у нас представлены Я вам сейчас покажу Под разные типы почв Под разные уплотнения почвы Можно их регулировать Представлен грибок Так называемый грибок С датчиками высева В случае, если у нас происходит забитие одного датчика В системе пропадает давление воздуха Естественно, и замедляется подача семян При погрешности в 5, 10, 15%, как мы отрегулируем на компьютере Здесь будет у нас каждый датчик на мониторе высвечиваться Что произошло Сбой, забитие Либо же Отсутствие прохождения семян Что касается Еще секции На каждой секции установлено свое прикатывающее колесо И загарточи Когда прошел диск На большой скорости Семяукладчик Укладывает семена в рядочек И до точки прикатывает И дальше идет у нас загортач Его задача основная сделать мульчу За каждым диском Для хорошего Хорошего входа в семена Работает данные сиелки Пошагово Откуда что начинается И куда идет Первый бункер Это бункер для удобрений Второй бункер Для семенного материала При движении Наша сиелка работает От трех типов сигналов Первый Работает от Изобас трактора Второй От радара И третий От датчика GPS На данной сиелке Установлено И Изобас Блок Вот я его Давайте вам покажу Вот он в нижней части Это блок Изобаса И в задней части Чуть позже покажу Датчика GPS При движении Если мы работаем От GPS Подается сигнал На блок управления И на компьютер Что пошел Ну Как правильно вам сказать Пошло движение То бишь Пошла скорость И у нас запускается Привод Вот он Привод Дозатор Гидравлических Шнековых удобрений И Электрический Высевосемян На данной сиелке Так как установлено Два типа Мы можем Запускать Либо две секции Сразу Либо выбирать Одну из секций Для того Чтобы отключать Четные И нечетные Высевающие аппараты Эта технология В основном Используется Подрапс Чтобы высевать 25 см Между рядками Либо если у нас Сеялка идет С между рядами 15-30 см Между рядками Дальше Проходят Семена Которые катушка Подала Они выходят В грибок В грибке идет Распределение И подача Семян В каждой Сашни Сеялка Оснащена Антенным Датчиком Пойдемте Я вам покажу Его Для чего он нужен Когда агрегат Доехал до края И поднимает Высевающий аппарат Антенный датчик Срабатывает И высев Прекращается Совершив разворот Опускается навеска Опускается датчик И высев Продолжается Это сделано Для упрощения И для ускорения Процесса И второй момент Для определенной экономии Высево-семян То бишь Мы убираем Человеческий фактор Забыл Еще что-то Не выключил Чтобы высев прекратить Это все происходит Автоматически Немаловажно Здесь При установке Определенной Выбора культуры Выбора семян Производится Калибровка Производится Она элементарным Способом В комплекте Идет Ведро И весы Механизатор Открывает Одну высевающую Секцию Здесь вот Есть крючок Вешает сюда Весы Ведро Нажимает Кнопочку И пошла Имитация Сева За 60 секунд Он делает Определенное Количество Оборотов Отключает Видит вес Например Это будет Кило 800 И он Эту калибровку Вносит Уже В монитор В блок управления В компьютер Так называют И получает Уже Ту норму Высева Которую Ему необходимо Потом Таким же способом Ставит Все на место Все это Делается Очень просто Все установил Норму Выставил И можем сеять Все Довольно Таки Просто Но Машина Очень Продуманная Продуманная В каком плане Мы можем Приобрести Один бункер И к данному Бункеру Взять Ряд Прицепных Секций К примеру Мы можем Взять Секцию Для Высева Зерновых Культур Можем Взять Секцию Для высева Пропашных Культур Так называемых Технических И можем Взять Машину Для Технологии Стрептил Это интересно Тем Кто интересуется Обработкой Зоны Рядка